Признание. Специального приза Союза журналистов России удостоена телепрограмма независимого телевидения Севастополя. 9 ноября в Центральном доме журналистов в Москве состоялась церемония закрытия 7-го московского телефестиваля «Профессия журналист». Со 2 по 8 ноября зрители и члены жюри смотрели работы журналистов всей страны о коллегах, об особенностях и опасностях этой профессии. Всего в конкурсной программе было представлено 29 работ. Это документальные фильмы, телепрограммы, телесюжеты. Организаторами фестиваля выступили Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Союз журналистов и Гильдия кинорежиссеров России. В рамках фестиваля свой новый фильм «Конец прекрасной эпохи» презентовал Станислав Говорухин. И потому главным призом для всех участников стала возможность увидеть в каталоге фестиваля свою фамилию рядом с именем одного из известнейших отечественных режиссеров. В номинации «Лучшая телепрограмма» победили две работы. «Легенды отечественного телевидения» режиссера Олега Шайдурова из Ставрополя и программа режиссера Юрия Помельникова из Белгорода, посвященная военному корреспонденту Евгению Поддубному. Приз зрительских симпатий получила режиссер Наталья Новикова из города Керчь. Фильм ей помогали делать воспитанники детской телестудии «Островок ТВ». Специальный приз Союза журналистов России получил режиссер документального фильма «Не стреляйте в оператора» Валерий Тимощенко. Его работа – это попытка осмыслить опыт съемки и жизни российских фронтовых кинооператоров в условиях многочисленных, непредсказуемых и беспощадных войн последних двух десятилетий. Рига и Вильню с конца 80-х, Карабах, Абхазия 1992-го, Чеченские компании, Южная Осетия 2008-го, Донецк и Луганск. А на главных телеканалах показывали горячий скинвал и говорили, что это грузинский город Боди, который якобы бомбит российская армия. Фильм сделан по заказу телеканалу «Культура», оплачен, одобрен, но не показан, потому что чего-то они боятся. Или они даже говорят так, что рез слишком жесткий для канала «Культура». Попробовали отдать на канал «Россия» – слишком мягкий для канала «Россия». Вот мы оказались где-то посередине. Награды вручал кинорежиссер, журналист и правозащитник Алексей Симонов. В программе фестиваля был и его фильм – документальная лента «КМ», подготовленная к столетию со дня рождения отца Константина Симонова. Алексей Симонов – президент фонда защиты гласности, который существует с 1991 года. К слову, до 2012 года он входил в состав Совета при президенте Российской Федерации по содействию развития институтов гражданского общества и правам человека. Сейчас другие времена. Сам я отношусь к категории уходящей натуры, причем уходящей недобровольно, поскольку в ближайшее время будут приняты все меры для того, чтобы признать меня и мою организацию иностранным агентом. Поэтому, значит, имейте в виду, что если кто опасается за репутацию, за призами не выходите. Шуточная угроза не возымела действия. Получить приз из рук Алексея Симонова вышли все награжденные. Второй специальный приз Союза журналистов России получила телепрограмма «18» нашего канала. Независимое телевидение «Севастополь» отметило свое совершеннолетие с серьезной работой. Каждый сотрудник получил редкую возможность поделиться со зрителем своими мыслями, своими чувствами, своей правдой. Режиссер фильма – наш коллега Дмитрий Фомин. Вы знаете, именно для нашего телеканала, независимо от телевидения Севастополя, очень важно вот то всероссийское признание, которое мы сейчас получаем от коллег. Это самое главное, потому что зрительская оценка, она по-своему важна. Но именно коллеги оценят по достоинству, потому что они знают изнанку профессии, они знают, как что делается. В рамках фестиваля, посвященного профессии, также подвели итоги второго московского конкурса «Поют журналисты России». Оказалось, что пишут песни и исполняют их не только корреспонденты и режиссеры, но и телеоператоры.